всем привет сегодня обзорном столе заключительный том комикса перевозчик димитрия армана и трестана руло точнее заключительный сборник из двух томов сюда вошли на связала тьма и последний мисс соответственно третья и четвертая книги такой квадрологии наверное правильно будет назвать от оригинальных авторов книга крупная в принципе ничем не отличается по изданию от первого сборника куда вошли опять же два дома данном случае даже обложку же выдает некие спойлеры поэтому сразу предупреждаю что этот ролик по сравнению с обзором первой книги будет такими хэви спойлерами поэтому если вам нужен обзор без спойлера посмотрите пожалуйста ролик с обзором прошлой книги здесь данном случае без спойлеров не будет очень сложно о чем-либо рассказы поскольку буквально с первых страниц сразу выдаются главные такие твисты и сюжетные ну ключевые наверное события из прошлой книги замечу сразу по качеству кстати что новая книга издатель спир получился приятнее по цветам менее просаживаются коричневые зеленые и желтые тона не так сильно сливаются местами в кашу как было первой книге опять же это не сильно заметно если ты не смотрел цифру и ну не знаешь как это принцип может выглядеть на печать но когда ты как бы уже видишь эти нюансы к сожалению там это было немного заметно здесь в этом плане все намного приятнее стало светлее выглядит комикс очень ярко красиво и опять же еще раз предупреждаю про спойлеры поехали после первых двух томов перевозчика в которых в общем-то выясняется что сам перевозчик это не технически по крайней мере не главный герой истории главная героиня перед вами вот и в общем-то она пытается как раз таки своего мужа который стал одним из этих самых перевозчиков проглотив эти самые яйца его спины точнее одно яйцо там одного достаточно в общем обращенный она пытается его спасти и весь квест изначально был об этом мне нравится внутри истории есть такие персонажи очень любопытные и ну скажем так вроде как падшие но при этом как будто попадающие какую-то странную надежду на то что может быть с ними будет какая-то развязка не совсем прям депрессивная вот например этот вот нос или какой-то он зовут правильно здесь в истории в общем который может потерять своим этим клювом фертильность и всякие такие подобные в общем-то эффекты дефекты и прочее у людей такие классные русские концепты в духе хищника есть с движными ногами тоже такие супер странные семейки держащий бар в общем комик все так же блещет концептами они в этом плане очень крутые очень яркие и опять же для европейского комикса я считаю что это очень американский комикс то есть по в какой-то мере даже по стилю наверно хотя это очень субъективно с моей стороны но в данном случае я прям не считаю вот раскадровок формата если бы это было в обычном формате чуть более сжато я бы даже никогда не подумал что это европейский комикс некоторых его по крайней мере аспектах опять же в рамках темпа в рамках динамики этого максимально такой американский приземленный экшен не то чтобы европейцы не умели его делать безусловно не то же форма сразу выдает европейский комикс формат полосы первую очередь но повторюсь вот то как он написан так он смотрит столько он работает это особенно заканчивается эти концовочки между томами это прям чисто ну максимально американщина ведь меня скорее плюс чем минус потому что но я в принципе европейской микс и меньше люблю они очень часто хай концептуальные но на дело оказываются таким пустыми или скомканными или слишком арти партия но опять же это вот на базе того что я читаю не грустно все европейские комиксы плохие просто кому-то больше нравится каждый так кино кому-то больше нравится сериала кому-то больше нравится высокохудожественники что кому-то нравится больше просто приключения душевные качественные интересные персонажи ну и тогда и тому подобное такие концепты в духе в за ласт у вас опять же культовой игры мне кажется наверняка это повлияло очень сильно на пост апокалипсис принципе тема поскольку здесь эти вот грибы много где присутствуют отдельные люди появляются которые целую коммуну держатся эти очень крутая концепция именно в рамках комикса то есть самом себе это несут программного здесь здорово что появляется внутри вот мутанты как такое новое поколение которое потенциально возможно вообще является как бы такими ну местные в общем-то эволюционными логичными вытекающими из того что здесь произошло в этом мире то есть принципе комиксы также блещет концовка классно прям самый-самый нарекается показывать не буду лишь замечу что здесь конечно есть за что комикс против по критиковать поскольку написано он приятно опять же я читаю переводе насколько могу судить да опять же приводил 4 поэтому здесь вообще никаких вопросов нет ни по редактуре не почему читать супер кайф смотреть супер кайф все бы классно если бы не современные проблемы комикс немножечко портящие это относится не только перевозчику вообще большинству современных комиксов он не проработан в глубину то есть сама тема перевозчика по факту не разрешена то есть конфликт ключевых героев очень красиво завершён я пскал прекрасно драматично но вообще супер придраться практически не к чему кроме тому что разве что мне хотелось бы еще одного тома чтобы немножко растянуть действие последнего комикса поскольку все-таки возвращение мужа главной героини как-то очень быстро здесь в конце подано наверное мне мне хотелось что-то еще немножко другого возникает ощущение компьютерной игры то есть проработали как все красиво здорово все ключевые базовые вещи сохранены когда драматургия все круто но какие-то нюансы именно в рамках лора максимально абсурд например куда взялась эта паучиха из-за которой появились перевозчики так и не объясняется в конце дается такая некая отсылочка что возможно не все закончено но при этом как бы это чисто такой обычный клише ход поэтому даже как-то комментировать его на мой взгляд излишне то есть такие нюансы здесь есть опять же большинству комиксов к сожалению в наши дни таких вот ну экшен героических комиксов и фантастики это очень часто их проблема то есть заиграли с концептами придумали все очень красиво круто опять же как компьютерная игра то есть все ключевое разрешено но какой-то глубины чтобы вам хотелось мир чуть больше погрузиться и подумали блин как же это круто продумано такого здесь к сожалению нет и к слову заметь еще один прикольный такой троп для жанра особенно модненького последние лет пять-десять это аватары для каких-то вот таких чуваков постеполитические данном случае тут эти животных которые они каким-то образом обращают тоже не объяснено как именно вот вороны волки то есть в первых двух томах была только лошадь которую он мог воскрешать другую любую лошадь захватывая вроде как плотва ведьмаке в общем какую лошадь нашел то у тебя будет твоей плотвой если помню там по моему так работала механика в случае какие-то ситуации странных вот поэтому в общем все бы круто все бы здорово если не поправка типичная на современные вообще принципе комикс не хватает вот какой-то глубины чтобы сделать комикс прям таки шедевральным во всем остальном это очень красивая красивая история читал на одном дыхании и очень понравилось именно помимо концептов и красивых вот этих вот всех видов только все-таки закончилась история вот главных персонажей опять же вот как компьютерная игра причем хорошие то есть вот по классическ такой драматургии кто-то умирает кто-то в общем-то возвращается не все получает то что хотели большинство получает то что заслужили ну и тогда и тому подобное поэтому если вы хотели и долго ждали окончании перевозчика и надеялись хорошо ли он закончится он очень круто заканчивается то есть для европейской мяса которыми часто зачаровал вот именно концовками здесь все очень круто в этом плане на это наверное все спасибо что смотрели и до новых встреч